Очень вкусно. Хочется. Очень вкусно. Туристические районы республики представляют свои уникальные предложения. Санжек Тумук, одна из участниц форума, приехала из внутренней Монголии и говорит, многие её земляки очень хотят побывать у близких по крови и духу братьев из Бурятии. Схожая культура, поэтому очень интересно приехать в Бурятию и познать культуру братских народов, и особенно увидеть чудесную природу. Чистая вода, много лесов и свежий воздух. Это в первую очередь отмечают все туристы из Монголии и Китая. После берутся хвалить кухню, симбиоз русских и бурятских блюд, приправленных восточными специями. Кушанье могли полюбиться соседям ещё пару веков назад. Следуя по великому чайному пути, караваны непременно останавливались в купеческом Верхнеудинске. Современный Улан-Удэй сегодня может назвать себя одной из основных точек путешествия из Азии в Европу. Все маршруты на Байкал идут через Улан-Удэ. И, конечно, исторический потенциал города Улан-Удэ основан на истории чайного пути, на истории дружественных отношений наших стран, России, Китая, Монголии, на тех великих торговых путях, на Верхнеудинской ярмарке, которая дважды в год проходила у нас в Верхнеудинске, в городе Улан-Удэй. Сейчас она возрождается уже как туристский проект, как анимационный проект. Именно его и представили руководителям туристических ведомств Китая и Монголии. Встреча русского купца с партнёрами из соседних стран вызвала улыбки и смех даже у по-восточному сдержанных гостей. Результатами такого живого общения и погружения в нашу культуру стали подписание резолюции, документальное трёхстороннее подтверждение бренда «Великий чайный путь» и надежды на новые инвестиции в туристическую отрасль Бурятии и России. Алифтин Дармаева, Андрей Дармаев. Новости дня. Прибайкальский район.